В эфире телекомпания «Город». Программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Олеся Харлина. Главная тема сегодня. Бинго! В Рязани закрыты новые подпольные игровые заведения. Сотрудникам полиции пришлось отчитаться за невнимательность. Из приятелей в преступники дети оказались сексуальными игрушками для взрослых. Новый способ выплачивать кредит. В Новомичуринске задержана банда наркоторговцев. Помните, как было в детстве? Игра в прятки, дочки матери, в войну, в космонавтов. Многие взрослые дяденьки не перестали играть и по сей день изменились только правила. Теперь все больше играют на деньги и втайне от других. Азартные игры в России запрещены, а победить гидру азарта, увы, не получается. Зачем далеко ехать, если при желании можно найти подпольный клуб или казино в шаговой доступности в любом районе города? Хозяева не боятся размещать их даже там, где подобные заведения уже были ликвидированы. И что за парадокс? Чем больше народа жалуется на сомнительную публику в их дворах, тем больше своих, в кавычках, клиентов приходит. К примеру, игорный клуб на улице Свободы, дом 4 полицейским пришлось брать практически штурмом. Сотрудники полиции врывались в подпольные клубы прямо во время игры. Во всех нелегальных игорных заведениях были посетители. По предварительной информации, азартная игра в этих клубах была организована по ночам. На этот раз проверка предстоит и сотрудникам отделов полиции, на территории обслуживания которых работали подпольные игорные заведения. Конспирация хоть и хорошая, но поверить в то, что об этих очагах игорной заразы никто не знал, очень трудно. В одном из таких заведений полицейские обнаружили даже спальные места на случай, если сотрудники или клиенты утомятся среди одноруких бандитов. Как оказались здесь? Зашел, так и оказался. А для чего зашел? Пообщаться. С кем? С людьми. Ну, конкретно. Ну, с людьми. Просто так вот. Я смотрю, здесь игровой автомат стоит. И вы не играли, не сидели. Я другая, я вообще-то джал. Все право неожиданно по воле проказника случая. Самые сообразительные просто помалкивают в сторонке. Другие словно отошли от долгого сна. С трудом узнают место. Это вы администратор, да, здесь? Нет, я... Это вы не администратор. Вот это вот. Что у нас? Я не знаю, что такое. Дошли в курсе. В курсе? Да. Супер день здесь работать? Да, первый день. А чем? Вот ваши обязанности какие? Смешно, когда взрослые люди вспоминают в первую очередь не уголовный кодекс, а то, что по телевизору их увидит, например, мама. Интересно, что она скажет, если на любимого сына или дочку составят протокол? Я здесь не работаю, еще меня будут снимать. А вы здесь как вообще оказались, Тюшка? Ну, что молчите, если вы здесь не работаете? Я давала уже объяснение, и я не собираюсь вам еще давать объяснение. То есть вы просто прохождашли? Это уже слишком, по-моему. Клиенты мужского пола всегда разговорчивее. Какой смысл отпираться в окружении игровых аппаратов, покерных столов и комплектов электронного оборудования? Это вот что за карточки? Розыгрыш. В плане розыгрыша, ты вот сюда приходишь, ты их здесь покупаешь, да? Или как? Нет, ну здесь там нет. Есть карточки? Ну, я же говорю, как есть. Здесь ты сейчас снимаешь, ну, и там карточки, да. То есть наличкой вы не расплачиваетесь, вы получаете эти карточки, а потом их обналичиваете, правильно? Нет, нет, там розыгрыш идет. А, то есть разыгрываете, там можете выиграть, можете не выиграть. Да, да. А это практически бинго. Буквально через несколько дней после спецоперации полицейские обнаружили целый подпольный склад, на котором хранили и ремонтировали и горное оборудование. Однорукие бандиты хоть и покрылись пылью, но большинство готово в любой момент раскошелить десятки горожан. А они вообще часто появляются-то хоть, вот хозяеваты? Я не знаю, я здесь в первый день работаю, и почти последний, я просто подменяю. Ага, понятно. И тут кто-то придет, вот так вот, он здесь давно работает, он же не знает. Игровой автомат стандартной комплектации стоит сравнительно недорого, и окупить затраты на приобретение и установку можно за день-два. А азартных людей, которые проигрывают последние деньги, квартиры, машины и другое ценное имущество, к сожалению, много. Вот и считайте. Только на этом складе более 400 одноруких помогателей. Дурят нашего брата, а мы и играем, и подыгрываем тем, кто бесцеремонно нарушает закон и залезает к нам в жёг карман, вроде как с нашего согласия. Изъяны в законодательстве главная проблема для тех, кто борется с черными лесорубами. Вторая проблема – соратники преступников. В Шиловском районе рядом с делянкой местный лесничий обнаружил незаконную вырубку древесины. Не вспоминать об этой маленькой тайне мужчина согласился за 200 тысяч рублей. Но порадоваться свалившемуся богатству не успел, был задержан сотрудниками полиции. В сентябре этого года он получил первую часть взятки в размере 120 тысяч. Его действия были пресечены сотрудниками полиции при получении 1 октября в служебном автомобиле оставшейся части взятки. Куда ни плюнь, везде коррупция, чванство, лень и некомпетентности. Вместо того, чтобы повышать уровень знаний и искать более прибыльную работу, большинство оправдывает свои неприглядные поступки трудным положением и маленькими зарплатами. Казалось бы, что может быть банальнее кражи? Но нет, наши люди и к этому делу подходят с фантазией. К 48-летней жительнице рабочего поселка Чучково вор проник прямо через стену. Выбрал уютный закуток, чтобы не привлекать внимание соседей и, не торопясь, разобрал часть строения. Злоумышленник 26-летний молодой человек украл большую сумму денег, фотоаппарат, болгарку и несколько бутылок спиртного. Гениальный план нарушила неаккуратность. По заявлению свидетелей, только он в этот день имел необычный вид. К тому времени, как полицейские задержали подозреваемого, он уже успел употребить большую часть алкогольной добычи. Когда речь заходит о сексуальном насилии над детьми, мы невольно представляем себе зловещие сцены с участием незнакомца, оказывающегося маньяком-педофилом. Но в реальности сценарий другой. Как правило, это либо один из членов семьи, например, тот же отчим, либо хорошо знакомый ребенку человек. Даже самой хорошей маме трудно поверить, что в ее семье может твориться такое. Рассказы о случившемся проще списать на детские фантазии или впечатления от увиденного по телевизору. А некоторые женщины готовы оправдать даже самые низкие поступки своих ухажеров, лишь бы их не терять. Третий случай, когда родители вынуждены просить соседей присмотреть за детьми и не подозревают, что сами впускают в дом негодяев. Завершено расследование двух уголовных дел в отношении жителей Рязанской области. 19-летний молодой человек растлил 8-летнего мальчика, за которым неоднократно приглядывал по просьбе его же матери. О том, что случилось, мама ребенка узнала из записок. Так мальчик общался с обвиняемым. Второму мужчине 23 года. В жертву он выбрал 9-летнюю дочку своей сожительницы. Несколько месяцев ребенок вынужден был находиться в качестве сексуальной игрушки. После того, как малолетняя сообщила своей матери о таких фактах, он высказал угрозу убийством в отношении ребенка и также угрожал ей ножом. По ходатайству следователя судом в отношении обоих обвиняемых после возбуждения уголовных дел судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В 2009 году проводилась перепись преступников, отбывающих наказание. У совершивших преступления на сексуальной почве лишь у 5% были отмечены психические расстройства, да и то не исключающие вменяемости. У большинства же обнаружили просто устойчивые психологические проблемы. И если у них были вторые половинки, то они нередко спустя рукава смотрели на проделки и шалости своих мужей. Каждая женщина ищет счастье в первую очередь для себя. Когда возникает противостояние муж-ребенок, многие надеются, что все постепенно решится само собой. И как минимум 35% с позволения сказать «мам» с чистой совестью занимают нейтральную позицию. Уважаемые мамы, несмотря на занятость и привязанность к своим кавалерам, хоть на минуту представьте себя на месте своих детей. Если ребенок не найдет мужества рассказать о случившемся вам, он наверняка замкнется или поделится бедой с кем-то из друзей. И если хотя бы раз ваш поклонник заставит вас сомневаться, гоните его прочь, пока не сломали детскую жизнь. К другим темам. В Новомичуринске задержана очередная группа наркоторговцев. Женщины 40 и 22 лет, и их сообщник 30-летний мужчина, подозреваются в сбытии крупной партии наркотиков и отмывании криминальных денег. Троица как раз собралась на квартире, чтобы обсудить текущие дела. Есть информация, что одна из участниц выручка от продажи наркотиков расплачивалась за кредит. По данным наркополиции, старшая женщина закупала героин в Московской области и расфасовывала его по чекам. Сообщники занимались розничным сбытом. Клиенты приходили прямо из соседних домов. Все члены преступной группы в разное время были неоднократно судимы за незаконный оборот наркотиков, кражи, грабежи, проникновение в чужое жилище, хищение паспорта и даже уничтожение леса. Новые сроки за решеткой могут продлиться для каждого из них до 20 лет. Целый год жители Рязанской области добровольно и возмездно сдавали огнестрельное оружие, патроны и боеприпасы. Многие спрашивали, что же с ними происходит дальше. Показываем. Это полигон на окраине Рязани. Специалисты взрывотехники готовятся к уничтожению большой партии. 12 тысяч патронов различного калибра и назначения. 7 килограммов пороха, более 3 килограммов взрывчатых веществ, 8 гранат и огромное количество разнообразных взрывателей заводского производства. И это не считая распиленных 3200 стволов оружия на любой вкус. Сами жители поначалу с недоверием отнеслись к предложению сдай оружие, получи деньги. Но первые же выплаты населению довольно быстро переубедили сомневающихся. Как часто, особенно при нападениях на улице, в ход идет все, что попадает под руку. Сегодняшний урок научит вас правильным действием, если противник вооружен вот такой палкой или, к примеру, битой. Замахнулись на вас палкой, идет удар. Делаем плоскость, уходим с линии удара и делаем плоскость. Прихватываем ручку, прихватываем ручку, а этой ручкой выводим за переносицу вниз. Другой вариант. Зашли внутрь, зашли, зашли внутрь. Удар идет в пах или коленом в голову и сверху локтем добиваем противника. Палочку отнимаем и еще раз добиваем. Нож спрятан. Взяли и за шею, за руку, может и не взяли, и сразу нанесли удар ножом. Все, зарезали. Сейчас Евгений правильно сделал. Что? Сразу движение идет. Рукой тоже сделает. Если все пошло на тебя движение, вот он пошел ударчик, сразу отмах. Отмах. Пошел удар расслабляющий. Вот это круговое движение от себя, вот они руки, от себя. Пошло в движение, выпад. И лучше делать на одну ось, на одну руку, из-за чего? Мы ее сможем прихватить этой рукой. Если мы ничего не умеем, сможем захватить эту руку. Потому что что происходит? Когда идет, режут кто-то кого-то? Из-за чего, говорят, произошло происшествие 20-30 колотых резаных ран? Найден труп и столько ран. Не из-за того, что человек садист. И он его лупит, 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 лупит. А из-за того, что он его лупит, а человек не падает. Он его лупит, а он не падает. И он его на 20-м, на 30-м ударе, он только начинает обмекать. И это прекращает, убийца прекращает наносить эти удары. Вот из-за чего. Поэтому здесь движение, оно будет именно такое. То есть он будет именно рубить, 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 рубить. Поэтому здесь движение идет сразу. Все, убежали. И не нужно с ним бодаться, отняли нож или не отняли нож. Наша задача какая? Защититься. И убежать. Как сказал один из известных людей, мало протянуть руку помощи нуждающемуся. Нужно, чтобы в ответ он подал свою. На сегодня это все. Берегите себя и до новой встречи ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова